А вот город Астрахань, похоже, в этот план так и не попал. Там закрылся единственный троллейбусный парк. Около полутора сотен человек остались без работы и зарплаты, а город без муниципального общественного транспорта. Теперь на маршрутах только частные газели. Уже месяц Астрахань живет без троллейбусов. 13 ноября закрылся городской троллейбусный парк. На сегодняшний день почти все из 150 сотрудников уволены, а заработные платы не выплачены. Транспортную власть в городе захватили частные маршрутки. Мы единственный город в России, в котором нет городского транспорта. Если даже будет какая-то чрезвычайная ситуация, то астраханцы вас просто частники бросят. Власти заявляют, что астраханский троллейбус не окупается, а контактные сети изношены более чем на 90%. В этом, кстати, сомневается ряд экспертов. Между тем, решение оставить город без экологически чистого вида транспорта выглядит особенно странно, если учесть, что нынешний год объявлен годом экологии. А с нею в Астрахани далеко не все в порядке. В нашем городе настолько уже экология плохая, что последний экологический транспорт необходимо просто сохранить. Но главное, теперь астраханские пенсионеры и инвалиды могут забыть о дешевых тарифах на проезд. Одна поездка в троллейбусе стоила всего 10 рублей, но любом другом виде городского общественного транспорта вдвое дороже. Частник, который сегодня реализует все маршруты муниципальные, не будет брать на себя ответственность за льготные категории граждан. Недопустимо закрытие троллейбусного управления здесь, в Астрахани. Недопустимо на сегодняшний день формировать такую обстановку, когда льготники остаются без возможности реализации своих нужд, своих потребностей. Шансы у троллейбуса есть. На его защиту встали астраханские коммунисты. Они уже неоднократно организовывали митинги и пикеты против закрытия троллейбусного парка. Продолжается и сбор подписей жителей в поддержку единственного в городе муниципального вида общественного транспорта. Кирилл Гуцков, Красная линия.